Суд идёт, прошу встать. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Гнев и возмущение всей страны вызвала разоблачённая на процессе гнусная деятельность троцкистских агентов международного фашизма. Этой троцкистой, трижды проклятой банде может быть один приговор, расстрел. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогое нашего любимого родного товарища Сталин. Никакой пощады врагам. Расстрелять лишь до одного, как бешеных собак. И вдруг я почувствовал леденящий душу холод. Холод стоял в зрачках Вышинского. Проступал сквозь стёкла очков. Этот холод был в лице, в голосе, в обращении. Чего он хочет, этот человек? Он сволочь несусветная. Гладить по головке врагов народа мы не намерены. Врагов народа жалеть не будем. Николай Васильевич Крыленко, бывший прапорщик царской армии, стал верховным главнокомандующим в октябре 17-го. Блестящий оратор. Речь его всегда яростна и полна ненависти. Теперь он нарком юстиции республики. Главный обвинитель на процессе. Именем республики я требую для подсудимых самого сурового, беспощадного наказания, которое разразилось бы здесь грозой и бурей. Вглядитесь в лицо Николая Крыленко. Как закипает в нём ненависть к врагам народа. Сейчас она выплеснется в обвинительной речи. Зал затих в ожидании. Знают, это будет блистательная речь. Когда в этой борьбе против нас поднимаются и консолидируются все силы, отживающие свой век буржуазии, и, предчувствуя свою гибель, конкретно ставят вопрос о конкретных сроках уничтожения СССР, в этот момент, когда поднимаются эти волны новой борьбы, когда придвинется, может, объективная неизбежность этой встречной схватки двух миров, всё то, что у нас есть в СССР, могло помогать, могло оказывать содействие, всё должно быть сметяно и уничтожено. Раз навсегда. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного СССР расстрелов всех до одного по себе обвинения. Восторг публики. Какие простые и нужные слова. Требуя расстрелов всех до одного. Смех, радостные крики. Здесь и старые партийцы, и молодёжь, рабфаковцы, комсомол. Запись звука несовершенна, но это подлинная запись. Это голос того времени. Скоро, совсем скоро, будет расстрелян и Николай Крыленко по приговору военной. Прокурор Вышинский узаконил презумпцию виновности. Каждый подсудимый преступник продажный агент империализма. Суд идёт, прошу сказать. Карты раскрыты полными. Хотя и троплёные карты. Вам нужны территории. Зачем вам браться с Англией, Америки и Франции из-за колоний? Вы можете превратить СССР в свою колонию, по крайней мере, её цветущие окраинные республики или даже Украину? Мы, Ваши слуги покорные, готовы Вам отдать территорию советской земли за те золотые марки, которыми Вы поможете нам вести свою подпольную работу. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Они даже сговаривали о том, как этих, кто откроет фронт по их собственному приказанию, отдать под суд и судить, чтобы сыграть, как выразился синично Бухарин, на патриотических лозунгах. Я Вам процитировал, товарищи судьи, на одном из заседаний судебного следствия также то показание Бухарина, где он говорит о поднимающейся, огромадной, а высоко уже поднявшейся волне советского патриотизма, который не позволит играть с моей страной никому и никогда, который не позволит замышлять измену в моем доме безнаказанно, который за каждый шаг эти подлые измены потребует расплаты головою жизнью изменников. Они готовят измену, они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю, но они хотят изобразить это дело так, Как будто это черное дело каких-то иных, чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот иезуитые фарисеи, эти иуды-искариоти и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос воздневного советского патриотизма. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана. И сорвана раз и навсегда. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Май 1928 года. Открытый судебный процесс, проходивший в колонном зале Дома Союзов, должен был показать, развал экономики молодой страны советов происходит по вине вредителей. Ведущие инженеры и техники шахтинского района Донбасса, всего арестовано 53 человека. По версии следствия, организовали взрывы на шахтах и портили оборудование с целью сорвать рост социалистической промышленности. Собственно, никакой версии и не было. Было прямое указание. Задолго до процесса на московской партийной конференции выступил Сталин. Факты говорят, что шахтинское дело есть экономическая контрреволюция. Следователям оставалось только, говоря языком шахтеров, добыть эти факты. Вышинский сразу же понял свою роль в этом спектакле. Каждый честный прокурорский работник ощущает в самой резкой форме необходимость окончательно добить затесавшихся в наши ряды врагов. Звезда Вышинского на юридическом небосклоне еще не взошла. Вышинский пока пребывает в тени славы Николая Крыленко. Вы приглашены в качестве свидетеля по делу контрреволюционной организации Союза инженерных организаций промпартии. Декабрь 1930 года. На сцене колонного зала новый спектакль. Теперь это театр превращений. Известные ученые, инженеры теперь не просто буржуазные спецы, не просто вредители. Они шпионы и диверсанты. Это уже вылазка внешнего врага. Это уже интервенция. Для подготовки, удобных условий интервенции вы работу осуществляете. И самое страшное, самое непостижимое. Они даже не пытаются защищаться. Они подавлены, сломлены. Они молят лишь о пощаде. И я все цело передаю себя полетатскому суду. Как он найдет, нужно вступить со мной. Это я, очевидно, из службы. Я скажу только, граждане Судивши, если вы найдете целесообразным и нужным сохранить мою жизнь. Я даю вам слово, что весь остаток своей жизни, все свои технические знания, всю свою любовь к труду, я отдам на то, чтобы исправить и искупить свою вину. Большая очистка. Для того, чтобы стабилизировать свое господство и обеспечить единство государства, Сталин искучил любую настоящую или будущую оппозицию. Сталин умело оболванивал людей, разжигая в них инстинкт толпы. А что может быть ужаснее толпы людей, приученных к жестокости, готовых подхватить любую ложь и клевету, готовых требовать расправы над теми, кому еще вчера поклонялись. Кино, газеты, радио нагнетали в стране психоз всеобщей подозрительности, слепую ненависть к каждому, кто объявлен врагом народа. Этим обвинением...